Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Около года встречаюсь с мужчиной. Душевная близость очень часто общение по телефону и в реале. Он дорожит отношениями и ценит их. Всегда есть о чём поговорить, поддержка обоюдная и прочее. Но, есть одно но. Проблема в сексе. Причём появилась не вдруг, а это было с самого начала. Раньше я думал, что всем мужчинам нужна ради этого дела, что всем нужен только секс. Здесь наоборот. Мы можем долго смотреть телевизор, вздавшись за руки, постоянный тактильный контакт, но до секса доходит один-два раза в неделю. В лучшем случае. Мотивирует тем, что в соседней комнате брат. Но и всё. Можно закрыть дверь. Да, и не думаю, что брат не подозревает, что мы можем этим заниматься. У меня уже комплексы, что со мной что-то не так. Сексы всё очень быстро всегда. До меня он был женат. Ведь как-то умудрялись они это делать. Или там женщине это так важно не было. Подскажите, пожалуйста, может ли это быть особенностью мужчины? Или это просто отсутствие влечения и любви ко мне? И ещё я бы хотел зачитать комментарий своего коллеги, который пишет следующее. Вообще сексуальный импульс исходит от женщины, а мужчина реагирует как ответ. Это как стимул реакции. То, что он редко хочет секса, может быть и за вас. Ещё может и другая причина в нём. В этом надо разбираться более подробно. Так сразу не скажешь. Смотрите, я разрешу себе не согласиться со своим коллегой хотя бы частично. И в том, по крайней мере, что он говорит, что сексуальный импульс исходит от женщины. Не могу с этим согласиться, потому что разные люди, разные темпераменты, разные потребности, разные желания. Разные, я бы сказал, в принципе, представления о сексе у людей. Поэтому, на мой взгляд, далеко не всегда женщина – это стимул, на мой взгляд. В то же время, на мой взгляд, действительно, мужчина может не хотеть секса. Это, ну, условно говоря, действительно, из-за вас. Это правда. Но давайте мы с вами сразу определимся, что это значит из-за вас. То есть из-за вас это не значит, что вы какая-то не такая, что с вами что-то не так и так далее. Из-за вас, да, то, что вы думаете, что с вами что-то не так, это больше про вашу самооценку и про уверенность в себе. То есть в целом вы себя, на мой взгляд, обесцениваете довольно сильно. Как-то вот, ну, предполагая, что... С вами какие-то проблемы. Или что вы мужчинам, как я уже сказал, нужны только для секса. Это, я бы сказал, больше ваши собственные, ну, проекции. Это ваши собственные представления о себе, которые не имеют ничего общего, по крайней мере, на мой взгляд, с реальной, ну, с реальной историей, с реальными людьми, вот, с реальной жизнью и так далее. Вот. То есть тут вы проектируете. Проектируете именно, вот, какой-то, ну, определенный негатив, да, который у вас есть, там, вследствие, ну, вследствие опыта, допустим, вашего вследствие... каких-то... эээ... эээ... сложностей ваших и так далее. Но с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, ваше отношение к сексу, и то, что вы, по факту, по сути, эээ... как мне показалось, из вашего сообщения, а воспринимаете секс, ну, или воспринимали его, как некую опасность для себя, то вы выбрали мужчину максимально безопасного для себя. теперь. То есть, теперь, это максимально безопасный для вас мужчина, который сам к вам не пристает, который секса с вами не хочет, и которого, условно говоря, еще и просить надо. за такая, эээээм, ну, такая позица как бы. Она вас, ну, пожалуй, что устраила, ээээээ, пожалуй, что устраила, такая позиция, то есть вы здесь, условно говоря, делаете в какой-то степени всё для того, чтобы себя обезопасить. И мужчину выбрали такого, чтобы спокойно было. Вот, мужчину выбрали такого, чтобы прям, ну, уверены быть, что всё как-то по плану пойдёт. И, соответственно, сейчас вы чувствуете себя в безопасности. Ну, знаете, такой вот, как бы, я бы сказал, возможно, если не в полной безопасности, то, по крайней мере, в достаточной. В достаточной безопасности, чтобы как-то вот чувствовать себя раскрепащённой, да, и, соответственно, делать первый шаг. Вот. Только своей ценностью вы по-прежнему не наполнились. Это очень важно понимать. Вот. Что я бы сказал? Я бы сказал, что вы подавляете в себе свою женскую составляешь. Вот. И вполне вероятно, что желание заниматься сексом у вас проистекает не из потребностей в сексе, а из потребностей, как, например, показать, доказать, что вы ценны. А вот. А вот. Аплодисменты так в целом. Есть такое ощущение, что вы ведёте себя, ну, как брат и сестра. К сожалению. Вам это, вероятнее всего, не подушек, то что я говорю, но очень на это, к сожалению, похож. Понимаете, да? Понимаете, да? Вот. Ну и то, что вы сравниваете и его с женой тоже бросаются в глаза. Может ли это быть особенностью мужчины? Да, может быть. Отсутствие увлечения любви ко мне? Нет. 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 Это именно, вот, идёт, прямой, на мой взгляд, в данном случае. Я бы сказал, ну, может быть, запрет, как бы, на проявление мужчины инициативы. Подсознательно. Потому что если проявить инициативу, вы будете думать, всем мужчинам только одного надо. Вот. Ну, к сожалению. К сожалению, так очень часто это и бывает. Вот. Ну, это вот. Это вот то, что вам очень серьезно мешает. И это то, на чем нужно работать. То есть, если вы, к примеру, станете, как вам сказать, более свободно, более свободной. И, конечно, я сейчас не имею в виду, что вы, ну, обязательно должны, там, постоянно быть активно и т.п. и т.п. Нет. Нет. Я говорю именно об том, чтобы вы как-то вот, ну, прислушивались к себе, чтобы вы чувствовали себя, чтобы вы замечали себя, чтобы вы видели, что, как с вами происходит, чего я хочу, чего я не хочу и так далее. Если в этом направлении будете двигаться, вот, то, на мой взгляд, ситуация вполне может, скажем так, стать другой. Не такой, какая она сейчас есть. Кроме того, если мужчина, ну, перед вами, вот, оправдывается. Это значит, что между вами нет доверия. Что вам он не доверяет. Не может по какой-то причине сказать вам, что с ним происходит. Это тоже очень важный момент. То есть в данном случае получается так, что вы выстраиваете такие отношения, в которых доверия-то не сказали. Не сказали, что бы много. Понимаете? Какая штука. Поддержка есть. Да. Доверие в какой-то степени тоже может быть есть. Да. Но вам он не доверяет. Потому что вы не доверяете себе. Корректируется ли это? Да. Корректируется. Через работу над собой и, в том числе, возможно, через работу с вами как старой. Вот. Если вам это интересно. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова